добрый вечер дорогие друзья мы снова в эфире в тик токе на фейсбуке и в инстаграме очередной прямой эфиры из бюро сантовской партии я всех приветствую и снова готовят ответить на ваши вопросы но для начала расскажу о последнем решение центрийской партии который который был принято буквально на прошедших выходных это решение о выходе из европейской партии альды есть различные зонтичные организации зонтичные партии в европе которые объединяют под собой партии из разных европейских стран так вот на протяжении 20 лет центрийская партия входила в альды и буквально два дня назад было принято решение что мы покидаем альды и будем искать новую партию с которой объединились почему это произошло потому что целый ряд принципиальных пунктов программных обещаний и даже можно сказать лозунгов альды не соответствует программным приоритетом центрийской партии и прежде всего речь идет о увидении будущей европейского союза альды видится в будущем федерализацию европейского союза это значит все больше прав все больше власти будет отдана брюсселю европейской комиссии то есть речь идет о централизации власти на европейском уровне и это значит что эстония будет терять все больше и больше свою автономность мы против этих тенденций мы по-прежнему выступаем за полный суверенитет и это движение в сторону федерализации но проявляется в различных дополнительных программных целях которые отстаивают альды такие например как общеевропейские списки на выборах европарламент то есть не от каждой страны отдельно избираются представители единый список за который голосуют во всех европейских странах понятно что в таком случае шансов будет гораздо больше представителей больших стран и второй принцип который на сегодняшний день по-прежнему актуален и это то что все принципиальные решения евросоюзе принимаются консенсусом то есть любая страна в том числе маленькая страна так что не может заблокировать решение принимаемое евросоюзом и это очень важно потому что это дает возможность всем странам включая эстонию оставаться на равных с крупными партнерами поэтому мы федерализацию не поддерживаем и выступаем за сохранение автономности тем более что уже сейчас очень много директив принимается практически без анализа мы даже не осознаем что больше половина законопроектов которые принимает наш парламент риги когу на самом деле спускаются сверху вниз и у нас отсутствует у нас этого нынешнего правительства нынешние коалиции и желание ресурсов для того чтобы анализировать директивы стараться их изменяется что называется подгонять под наши реалии и при необходимости даже спорить с еврокомиссией этого практически не происходит и мы принимаем их что называется один в один поэтому эти тенденции на мой взгляд не являются правильными и мы их не можем поддержать вторая большая тема где у нас разночтение сальдо это так называемый зеленый поворот если мы здесь в эстонии выступаем за сохранение сланцевой промышленности сланцевой энергетики то безусловно это находится в противоречии с теми программными установками альды согласно которым и это вообще такая общая тенденция в европе которые мы наблюдаем что зеленый поворот стал не просто теории или концепции это превратилось в идеологию или даже в религию то есть экономические основания социальные основания уже так не так важны и это мы видим на примере северо-востока эстонии на примере сланцевой промышленности которая была система образующая для региона и с точки зрения рабочих мест с точки зрения дохода в бюджет страны не говоря уже об энергетической безопасности потому что свои автономные источники энергии обеспечивают прежде всего энергетическая безопасность от которой мы сегодня по большому счету отказываемся и если мы об этом говорим здесь в эстонии у нас должна быть та же позиция уровня европейского союза альды является носителем абсолютно другой концепции других пониманий и третий вопрос тоже очень важный для социалистской партии партия всегда была социально ориентированной мы выступаем за солидарность консолидацию общества за защиту интересов различных слоев общества особенно тех слоев общества которые уязвимы особенно в период кризиса мы выступаем социальные гарантии и это то что для альды совершенно не является приоритетом практически нет ни одного пункта в программных установках я самые три принципиальных момента обозначил из-за которых мы решили выйти из альды и это на самом деле только часть тех противоречий которые мы сегодня видим и мы хотим быть честны перед своими избирателями мы хотим быть честны перед европейскими партнерами и мы хотим говорить об одних и тех же приоритетах как во внутренней политике так и на европейском уровне поэтому на мой взгляд это правильно и честное решение у меня спрашивают почему мы сначала не договорились с другой партией почему выходим и только потом начинаем консультации переговоры с другими партиями ну потому что я считаю что это неправильно некорректно это только поступали некоторые наши бывшие товарищи однопартийцы которые будучи в центре партии месяцами проводили переговоры с другими партиями выторговывали себе лучшие условия получали себе места и только потом выходили из партии нет по такому пути не пойдем сначала мы вышли и теперь будем действительно смотреть где бы могла быть наша новая политическая семья в европе с которой мы могли бы объединиться понятно что нет ни одной европейской партии с которой бы стопроцентно соотносились бы наши программные установки такого стопроцентного соответствия просто не бывает но мы хотя бы не должны опираться на принципиальные вопросы по которым у нас должно быть общее видение буду сообщать вам о том как продвигаются переговоры и с кем мы планируем объединиться мы не доводимся а теперь пойдем к вашим вопросам и Туда я почувал, что мы проявили меня, и вене-кейтинг, и эстике-кейтинг, который мы с вами начали 10 минут назад. И мы были эдрис, так как у меня были вопросы, и мы просили кисить вопросы. И я думаю, что это почитание, это значит, что у меня нет, но у меня нет, и сейчас я спросил киси вопросы вене-кейтинг. Так, посмотрим ваши вопросы и начнем с вопросов в ТикТоке. Напомню, что у нас прямой эфир идет в Инстаграме, на Фейсбуке и в ТикТоке. Начнем с вопросов, которые я вижу сейчас в ТикТоке. Я сегодня слушала ваше интервью на Радио 4. Вы можете влиять на решение нынешнего правительства? Ну, сегодня надо признать, что находясь в оппозиции, мы практически не можем влиять на решение правительства, потому что к нам просто не прислушиваются. Мы делаем совершенно конкретные предложения, будь то, скажем, отказ от налога на автостраспорт и в качестве альтернативы введения налога на банки, что было бы, во-первых, и более рационально, и более прибыльно для государства. Самое главное, государство брало бы деньги там, где они реально есть, а не из карманов эстоноземельцев. Но, к сожалению, для правительства, для нынешней коалиции это видно на такой принципиальный вопрос. То, что жители Эстонии, эстоноземельцы должны платить из своего кармана, независимо от того, в каком финансовом положении они сейчас находятся, это нормально. А то, что банки могли бы платить из своих сверхприбыли, которые они получали последние два года, это нынешнее правительство не устраивает. Поэтому, к сожалению, к нам сейчас не прислушиваются. Но придут выборы, и это, конечно, очень не скоро, если мы говорим о выборах в Риге-Когу и о том, чтобы поменять ситуацию в стране. Но уже сейчас очень важно помнить, что только на выборах реально можно менять положение дел. И время, на самом деле, летит быстро, и у нас должны быть шансы и уверенность в том, что хотя бы через два с половиной года мы можем ситуацию поменять. А ситуацию в Таллине, этот бардак, который сейчас творится в Таллине, можно будет поменять уже через год. И я призываю обязательно помнить о том, что уже в следующем году муниципальные выборы, и действительно можно ситуацию для начала хотя бы в Таллине поменять и вернуть нормальное управление. Тут такой вопрос поступил. Правда ли, что вы сами собираетесь давать тренировки для взрослых начинающих, или это просто реклама, и тренировки будет проводить кто-то другой? Действительно, сам буду проводить тренировки для начинающих, но так как у меня достаточно напряженный график, то вместе со мной тренировки будет проводить тренинг скорее, и он периодически будет меня заменять, если я буду не успевать, или у меня не будет получаться приходить на тренировку. Следующий вопрос, Михаил, как вы думаете, будут ли, наверное, пикеты и мятежи по поводу повышения налогов? Ну, мятежей, я полагаю, что, наверное, нет, а вот пикеты, мне кажется, на самом деле, это было бы правильно, если бы наши люди бы почаще выражали свое мнение, в том числе, и это основа демократического общества, что люди открыто выражают свое мнение, критикуют правительство, в том числе, выходя на улицы. Сейчас, правда, есть такая инициатива законодательная, в парламенте она обсуждается, что у полиции должно быть право, если они считают, что вот эта вот демонстрация или пикета может быть с риском для правопорядка, то могут запретить проведение пикета еще не начавшегося, то есть еще не обозначился никакой риск, еще никто не нарушил правопорядок, но если полиция считает, что такая вероятность есть, то могут этот пикет вообще не разрешить проводить. Но мне кажется, это достаточно опасная тенденция, потому что право на проявление своего мнения, право на демонстрацию, это конституционное право, на свободное собрание, это то, что заложено в конституции, поэтому эта тенденция, на мой взгляд, совершенно неправильная, что такая возможность была бы запрещать пикеты, которые еще не начались, где только есть теоретическая возможность нарушения правопорядка. Я думаю, что, к сожалению, мы сегодня должны констатировать, что ситуация будет ухудшаться и в следующем году будет еще сложнее. Я думаю, что это надо признать, и потому что в следующем году начнут действовать большинство тех запланированных налогов новых, которые придумало нынешнее правительство, будь то автоналог, будь то повышение налог с оборота, будь то повышение подоходного налога, то есть на людей в следующем году упадет достаточно большое бремя одновременно, и людям, конечно, будет тяжело. И мне кажется, это правильно будет, если мы все вместе выйдем и проявим свое отношение к происходящему. В инстаграме вопрос. Завтра должны назначить новую старейшину властами. Как вы думаете, что будет с коалицией после этого назначения? Отечество нехотя, но согласится. Ну, мы наблюдали достаточно красочный цирк со всем этим назначением. Мы видели, как все партии, которые входят в коалицию, и ИСТ-200, и ИСАМА, и реформа, партия реформа, проявляли свое негодование по поводу недовольства, по поводу назначения Юрченко на пост старейшины. Но потом, я уверен, все завтра представители этих партий на заседании городского правительства проголосуют или совместно поддерживают ее назначение. Поэтому, на самом деле, нет смысла верить тем политическим представлениям, которые иногда устраивают вот эти все возмущения, приглашения на коверы, эти разночтения. Обо всем они внутри договорились, потому что их самая большая цель – это сохранить коалицию, лишь бы не допустить обратно центристов во власть. Поэтому, я думаю, что это назначение произойдет в любом случае. Для соцдемов это вопрос, что называется, чести мундира. Они же пообещали, они же, что называется, прологировали этот вопрос. Они, соответственно, все сделали для того, чтобы человека переманить из одной партии в другую. Поэтому, естественно, они будут это проталкивать до упора. Я думаю, что завтра это назначение случится. И мы вряд ли узнаем, что кто-то из членов правительства, коллекционного правительства в Таллине, сейчас там достаточно большая сорянка, из всех четырех партий, что кто-то из них проголосует против. Повлияет ли это на развал нынешней коалиции? Я скажу так, здоровье этой коалиции и так достаточно шаткое, но то, что их держит, это ненависть к центристам. И поэтому с большой долей вероятности они не развалятся, будут держаться до выборов. И вот уже на выборах у избирателей будет возможность показать свое отношение к тому, что происходит, как происходит, и действительно сделать свой выбор. И я отношусь спокойно к тому, что в течение года еще центристская партия останется в оппозиции в городе. Мы не стремимся путем интриг и подкупов прийти к власти. Мы хотим для этого мандат от нашего избирателя. На самом деле этот мандат у нас был, но то, как социал-демократы решили подкупом и интригами взять для себя главенствующие позиции в коалиции, но это их стиль, их выбор. Мы не должны этому подражать. Мы можем поработать в оппозиции. Естественно, если представится шанс, если они уже совсем никак не смогут между собой работать и сотрудничать, то мы от ответственности не отказываемся, тем более глядя на то, что сейчас происходит в городе, как управляется, какой бардак практически во всех сферах. Конечно, что называется, сердце кровью обливается, и смотреть на это со стороны достаточно тяжело. Следующий вопрос из ТикТока. Хотел бы вас спросить про переход на эстонское образование. Смогут ли дети учить свой родной язык? По идее, должна быть предоставлена эта возможность изучать свой родной язык. по идее, именно как родной язык, а не как иностранный. Но вот как это все будет организовано, сейчас достаточно сложно предсказывать. Очень много есть сложностей. Не хватает учителей, не хватает специалистов. Поэтому здесь, мне кажется, на данный момент еще рано очень четко отдавать прогнозы по тому, как это будет происходить в школах и как школы будут с этим справляться. Потому что ресурсов не хватает, учителей не хватает. Всем очень тяжело. Безусловно, директора стараются и пытаются, учителя стараются и пытаются. Но многие учителя должны были уйти, пришли новые люди. Многие из них, к сожалению, не имеют соответствующего образования, не имеют педагогического опыта. Это дополнительные проблемы и напряжение. Поэтому все очень сложно. Это действительно очень сложная ситуация. Особенно ситуация с детьми с особыми потребностями, которым очень легко будет. Следующий вопрос. Здравствуйте. Как вы считаете, развал ЕС близок? Я не вижу, что ЕС в ближайшее время развалится. Ну, такая цивилизационная теория говорит о том, что все крупные империи или союзы рано или поздно распадаются. Не видно, чтобы это произошло бы в ближайшее время. Что является проблемой для Европейского союза? Это то, что Европейский союз растерял конкурентоспособность по сравнению с крупными игроками, такими как Соединенные Штаты Америки или Китай. За 30 лет внутренний валовый продукт и вообще экономика Европейского союза выросла только на 30%. За тот же период экономика Соединенных Штатов, экономика Китая выросли практически на 60%. И ничего не поделаешь. Одна из проблем... Почему на стратовых позициях 30 лет назад экономики были примерно на одном уровне? Потому что последствия... А потом Европейский союз стал оставать. Одна из причин оставания – это расширение. И, конечно, ничего не поделаешь. Следующий раунд расширения, следующий круг расширения может, опять же, негативно повлиять на экономику Европейского союза, потому что входят более слабые страны с более слабыми экономиками. Европейский союз начинает помогать. И, естественно, это перераспределение ресурса. И это негативно сказывается на общее состояние экономики. Вторая проблема Европейского союза – это регулирование. Очень много европейских норм, которые усложняют процессы, тормозят процессы и на самом деле существенно ослабляют экономику. Поэтому проблем действительно много. Проблем действительно много. Есть еще один такой момент, что полагаю, что общий такой фон цивилизационного развития сейчас, в принципе, говорит о том, что возможны достаточно большие кризисы разного уровня, разного содержания. И эти кризисы будут проходить в разных сферах. И поэтому очень много событий сложно предсказать. И я вижу также и то, что на самом высоком уровне, на уровне руководителей стран, на уровне элиты принимаются эмоционально непродуманные решения, которые невозможно проанализировать, предсказать. А если их невозможно предсказать, значит невозможно предсказать возможные последствия. Поэтому я считаю, что в ближайшие годы возможны различные кризисы. И действительно сложно проанализировать, как будут развиваться события на мировой арене. Так, из Фейсбука вопрос. Правительство приняло решение снять с рассмотрения в Рейкову, так называемый налог на лимонад. Что это? Правительство решило сделать послабление или нас ожидает новый налог в самом неожиданном формате? Ну, по большому счету, то, что сейчас происходит, это так называемый налоговый фестиваль. То есть правительство постоянно выходит с какими-то новыми предложениями. Потом через некоторое время какие-то предложения отменяются, новые предложения вводятся. И это, конечно, просто бардак. Потому что ни один налог, ни тот, который предлагается, ни тот, который уже введен, не прошел нормального анализа. То есть, по идее, это достаточно сложный процесс. Налоговые изменения должны проходить серьезные анализы, анализ последствий, анализ влияния. Есть еще такое понятие, как совокупное влияние различных налогов. Про это вообще никто даже не задумывался. И это происходит примерно так, что чиновникам или политикам приходит какая-то мысль. С этой мыслью или просто выходят в СМИ и начинают ее обсуждать. Или эта мысль уже успевает прийти в качестве законопроекта в Риге Когу. И вдруг в какой-то момент люди понимают, что это уже совсем глупость. Это уже совсем нет смысла. И налог на сладкие продукты это одна из тех глупостей, где в какой-то момент все-таки посчитали и поняли, для того, чтобы этот налог ввести и собирать, нужно задействовать огромный административный ресурс. То есть, чтобы собрать налог, нужно будет очень много потратить бюджетных средств. И вот этот весь разговор, что это забота о здоровом образе жизни, чтобы дети меньше бы потребляли бы сладкие напитки, это все ерунда. Просто это был один из способов собрать дополнительные деньги, но, слава богу, какие-то элементарные расчеты привели к тому, что это уж совсем глупо. Но, по большому счету, вся налоговая политика нынешнего правительства, она неразумна. На мой взгляд, она неразумна. Есть альтернатива всем этим налоговым новшествам, которые придумывают и обсуждают. На самом деле, вместо всего этого налогового фестиваля надо было ввести всего несколько налогов. Это налог на банки, это налог на крупные корпорации, такие как Facebook, Google, Instagram и прочее, те, которые зарабатывают деньги здесь в Эстонии, но мы ничего не получаем. И ступенчатый подоходный налог, который предполагал, что люди с более высоким налогом платят больше налогов и с меньшим доходом меньше процентная ставка. И еще у нас отсутствует понимание, что одними налогами экономику не поправить. Нужны инвестиции, при необходимости надо брать заем, нужно развивать сферы, где есть экспортный потенциал. Это серьезная работа, которую никто не хочет делать. Следующий вопрос из ТикТока. Почему центристы считают, что русские дети в первом и четвером классе сами справятся и им помогать не надо? Они дети с особыми образовательными потребностями. По-моему, такой же вопрос был и на эстонском языке, когда был эстоноязычный эфир. Я не знаю, откуда такая мысль, что центристы считают, что дети помогать не нужно. Напротив, когда мы были у власти в Таллине, нами была создана большая программа, расписана программа, как помочь и учителям, и детям, какие необходимы дополнительные вливания в систему, в том числе и помощь детям в группах продленного дня. Как сейчас нынешнее правительство реализует нашу программу, это другой вопрос. Но на самом деле мы видели, что, конечно, нужно помогать и детям, и учителям. К сожалению, в Таллине нас отстранили от власти, путем интриг еще в начале весны. Поэтому сейчас мы на этот процесс никак повлиять не можем. Но для центристов всегда это было большим вопросом, большой проблемой, что переход проводится в условиях отсутствия необходимого ресурса, учителей, денег. Особенно проблема – это дети с особыми образовательными потребностями. Я понимаю, о чем здесь идет речь. Здесь идет речь о том, что любой ребенок, который учится на иностранном языке, на неродном языке, он уже ребенок с особыми образовательными потребностями. Но есть еще и дети, которые, исходя из своего диагноза, являются детьми с особыми образовательными потребностями. И особая проблема – как они будут учиться на неродном языке. следующий вопрос. Как вы считаете, зарплату мэра в 9000 евро – это нормально, когда вокруг нищета? Я не знаю, кто у нас получает 9000 евро? Это сегодня у нынешнего мэра зарплата 9000 евро? Я вам скажу так, что из чувства солидарности, конечно, вот это последнее повышение, которое было в этом году, его нужно было отменить. Это, к сожалению, ничего не дает ни городскому бюджету, никак не помогает людям, которые находятся в тяжелой ситуации. Но вот это последнее повышение в этом году его нужно было отменить. Точно так же, как когда мы были у власти, мы во время ковида тоже отказались от повышения зарплат, когда была общая кризисная ситуация, и за счет индексации у нас должно было быть повышение зарплат, и мы приняли решение, что мы от него отказываемся. Еще раз повторюсь, что это такая символическая, такой символический шаг, и это тоже иногда важно. Следующий вопрос тоже из ТикТока. У нас полиция скоро будет увольняться, там нет повышения зарплаты, 1650 евро, это не деньги при таком росте. Согласен, это общая проблема. Полиция, спасатели, учителя, очень много людей, которые работают в общественном секторе, и которые не получат повышение зарплат, при нынешних новых налогах жить будет очень тяжело. Но жить будет тяжело всем. Это на сегодняшний день реальность. К сожалению, перед выборами реформисты будущего власти раздавали повышение зарплат, повышение дотаций, в том числе для многотепных семей. Все это было до выборов, после выборов налогами, все теперь, все эти повышения будут забирать, дотации вырезать. Ну вот, это то, что делают реформы, не первые выборы. Я уверен, что их план к следующим выборам накопить ресурс на надежде, что люди все забудут, и за год до выборов опять повышать зарплаты, раздавать дотации, повышать, может быть, даже пенсии, за счет того, что сейчас два года собирать со всех налоги. И потом надежде о том, что люди забудут и простят. Забудут и простят? Не знаю. Это решает избиратель. Посмотрим, что будет на выборах в 27-м году в Риге, Когу, в парламентских выборах. Посмотрим, что будет на выборах в следующем году в Таллине. Фейсбук. Нам интересны налоги, которые нас ждут политики, нас больше не интересуют. Понимаю вас. Ну, что эти политики слушать, если ничего хорошего они не говорят. Все, что реально происходит, это повышение налогов. Ну, да, это реальность. И я считаю, что налоги, которые сейчас вводят наше правительство, они неадекватны. Есть, на самом деле, альтернативы. Я понимаю, что деньги в бюджет с воздуха не берутся, откуда-то их надо брать. Но брать их можно было не у людей, а действительно, еще раз повторюсь, в банках, у банков, у международных корпораций или за счет, не или, а и за счет ступенчатой подоходной системы или за счет прогрессивного налога, подоходного налога. Ну, вот здесь есть некоторые, смотрю на вопросы на тиктоке, здесь есть некоторые комментарии. Даже не знаю, ну, давайте некоторые зачитаем, некоторые не будут читать, потому что они, на мой взгляд, не имеют особо шансов для развития темы, что называется. ну, такой вот комментарий. Хочу введения максимальных налогов, чтобы посмотреть, как хуторянин возьмет вилы в руки и поет на томпе. Ну, и мне кажется, что по максимуму налоги вводятся уже сейчас. И хуже будет жить всем, не только людям, которые живут в сельской местности. поверьте, в сельской местности жизнь и так очень непроста. И жить там действительно тяжело, и будет жить еще тяжелее. Мне кажется, что у нас в Эстонии нет такой особой культуры, чтобы проходили эти массовые протесты, чтобы люди выходили бы на улицу. Мы, наверное, здесь поспокойнее и, наверное, мы побаиваемся слегка возможных последствий. Скажем, где-то в Брюсселе действительно там люди, фермеры, как что не так, собирают трактора, загружают в повозки навозы и привозят навозки Европарламента. Не то, что призывают делать то же самое, но вообще в Европе достаточно активно проходят протесты, если кому-то что-то не нравится. Это нормальный демократический процесс. Так принято, к этому не надо относиться как к мятежу, но у людей есть право рассказывать свое мнение, в том числе и в протестной форме. У нас это происходит не часто. Наверное, в следующем году, мне кажется, что ситуация действительно может областиться так сильно, что люди будут более активно высказывать свое мнение. Наверное, так. Следующий вопрос. Смогут ли в эстонских школах преподавать русским детям родной язык на нормальном уровне? Родной язык на нормальном уровне предполагает изучение языка как родного. и вот не во всех в эстонских школах такая возможность есть, к сожалению. В некоторых я знаю, что действительно стараются предоставлять возможность русским детям изучать русский язык как родной, но далеко не во всех школах. В большинстве скорее нет. К сожалению, да, есть угроза, что если родители сами не могут обеспечить для своего ребенка по понятным причинам, потому что это тоже расходы, это время, люди работают, но как бы это угроза, да, действительно, что родной язык не будет осваиваться как родной язык. Эту проблему следует признать. Вопрос такой эмоционально-риторический Михаилу, что на данный момент простые люди могли бы делать, чтобы почувствовать себя лучше? Знаете, не хочется говорить всякие бессмысленные глупости о том, что нужно позитивно мыслить, надеяться на лучшее, и что все рано или поздно наладится. Ну, эти такие, с позволения сказать, розовые сопли вряд ли кого-то интересуют. я думаю, что это тоже ничего нового, и, наверное, тоже звучит так же банально, надо постараться все-таки друг друга поддерживать в это непростое время, поменьше изливать негативы друг на друга, легче от этого никому не будет. Все равно, как бы там ни было, если ты чувствуешь, что есть рядом люди, которые тебя поддерживают, идут рядом с тобой, это всегда легче. Это всегда легче. Давайте попробуем друг друга поддерживать. Следующий вопрос. Михаил, можно узнать, когда построят новое здание школы по интересам КУЛа? Ну, вот, это один из тех вопросов, которые, что называется, к нынешнему городскому правительству, по нашим планам, должно начаться активное строительство, как они сейчас планируют, что они собираются делать, для меня это, честно говоря, загадка. По очень многим объектам большой вопрос по бассейну, который мы должны были уже в этом году начать строить, и теперь я видел недавно интервью, что будут обсуждать, какова же перспектива, какая, что тут обсуждать, был уже конкретный проект на столе, был подрядчик, был партнер найден, город должен был инвестировать только 20 миллионов, от этого отказали, сейчас говорят, город будет 100% сам покрывать расходы, откуда, о чем вообще вот эти совершенно непонятные для меня идеи, а самое главное, отказ от тех проектов, которые уже мы начали реализовывать, и те проекты, которые уже должны были в этом году начинать строиться, почему так, почему эти люди, которые пришли во власть в Таллине, если они не в состоянии свое новое ничего придумать, почему бы им не сделать хотя бы то, что уже запланировано, и то, что уже в принципе надо было просто запустить, следующий вопрос тоже из ТикТока, Михаил, в результате каких обстоятельств народ в Эстонии такое инертное сравнение с голландцами и французами, ну, может быть, мы бы тоже совсем прямо так не хотели бы, как это происходит во Франции, во Франции это со времен французских революций, как вы знаете, что, как что, сразу на баррикады, и по сей день люди там сразу выходят на улицы, начинают гузить, потом переворачивают машины и так далее, я думаю, такие крайности нам тоже не нужны, потому что это тоже жизнь легче не делает, может быть, это действительно влияет на политические процессы, но, я думаю, есть смысл в каких-то рамках оставаться, с голландцами это как раз это тоже то же самое, что очень и в Бельгии тоже, как что, фермеры сразу начинают привозить навозы государственным учреждениям, с одной стороны это нормально, но, мне кажется, крайности тех мы тоже не заинтересованы, потому что это тоже усложняет нам жизнь, немного действительно не в нашей политической культуре или традициях или не в нашей ментальности очень активно выражать протест, наверное, к этому надо прийти или надо этому научиться или может быть даже перестать бояться, наверное, это занимает время, все-таки история демократии во Франции имеет гораздо более продолжительный период и в Голландии тоже, чем в Эстонии. К каким-то вещам нужно просто прийти и, что называется, развитие общественных интересов, развитие государства, развитие общественных отношений до каких-то до какого-то уровня должно подойти. Но это такой немножко риторический вопрос. Синовский вовсю старается убедить всех, что бесплатный общественный транспорт в Таллине это для них приоритет. Так ли это? Давайте по фактам. На Томпе сейчас та же коалиция, что и в Таллине. Это социал-демократы, партия реформ, СТ-200. В Таллине социал-демократы, партия реформ, СТ-200 плюс и сама. На государственном уровне в этом году отказались от бесплатного общественного транспорта, то есть по всей Эстонии линии, которые соединяли разные местные совправления, они перестали быть бесплатными. Кто был региональным министром в это время? Социал-демократ. Мы знаем, что для реформистов бесплатный общественный транспорт это кость в горле, они идеологически против того, что люди бесплатно ездят на общественном транспорте. Мы видим, что на томпе, то есть на государственном уровне и социал-демократы и СТ-200 обслуживают партию реформ во всех их налоговых инициативах и в их налоговой политике. Социал-демократы изображают оппозицию в коалиции, говорят, что вот они этим недовольны, этим недовольны они против этого налога или другого налога, но все равно все, что инициирует реформистов, в итоге со социал-демократами поддерживаются. Очень яркий пример. Когда было производство по дуббюджету на государственном уровне в Риге-Когу, Танэ Кик выступил с эмоциональным заявлением вот сокращение расходов в социальной сфере по таким-то и таким-то строкам абсолютно недопустимо. Это то, как не должно быть, это то, как совершенно нельзя допустить и потом пошел, как и все социал-демократы, и проголосовал за эти изменения в бюджете по всем сокращениям в социальной сфере. Это факты. Я не даю оценку этому, я просто говорю о том, как оно есть. Но понятно, что перед выборами, муниципальными выборами до 25-го года никто не будет изменять общественный транспорт, но они не самоубийцы, все понимают, что этого делать нельзя. Но если эта же самая компания, и эта же самая коалиция придет в класть в 25-м году, я уверен, что они отметят бесплатный общественный транспорт и в Таллине. Те же самые реформисты, вместе соцдемами, оставшиеся у власти, это сделают. Я напомню, что уже сейчас идет обсуждение, какие автобусные линии передать частным компаниям, чтобы часть линии отдать частным компаниям. Мы как раз, когда были у власти, абсолютно все линии сконцентрировали под городской компанией, они сейчас обсуждают, что мы можем, а зачем, я не понимаю, зачем это делать. Как показала практика, как одна частная компания не может качественно обслуживать городские линии. Почему? Потому что их задача получать доход, естественно. что это за звоночек, что уже сейчас часть линии собираются передать в частные руки. Делайте выводы. Я не верю нынешней коалиции, тем более стал демократом. Если они придут к власти в 25-м году, они отметят бесплатный общественный транспорт. Следующий вопрос. Увлечение платы за визит к врачу до 20 евро. Это также покрытие расходов государства или больничной кассе на самом деле не хватает финансирования. Конечно, не хватает финансирования, но так как государство не в силах выделить денег для больничной кассы или для кассы здоровья, как ее теперь сейчас называют, то необходимо изыскивать деньги. И опять откуда их берут из кармана людей. Как мы понимаем, что к врачу идут, что называется, не по доброй воле, а тогда, когда уже приспичат, с учетом того, что какие-то очереди тем более, и убрать опять у людей дополнительные деньги, еще в 4 раза повышая плату за визит, это конечно абсолютно цинично. но вот это такой подход везде по чуть-чуть со всех сфер собрать деньги, чтобы заткнуть дыры в бюджете. Вместо того, чтобы, еще раз повторюсь, вместо того, чтобы обложить налогом банки, а не людей, а не тех людей, которые идут к врачу за помощью. Вот такая циничная идеология и такие циничные приоритеты унынешнего правительства. Следующий вопрос из ТикТока. Приветствую города Тарту. Так, есть планы для Тартуского аэропорта, расширение ВПП, допустим. Скажу честно, про Тарту не знаю и про Тартуский аэропорт ничего не знаю, не буду придумывать, не моя тема, не знаю, как там обстоят дела и какие там планы. Следующий вопрос. У нас устаревшая система образования в профучилищах или так и должно быть? Преподавателей по специальности нет, практика не обеспечивают частные, предприятия не хотят брать будущих солдат, под будущими солдатами имею ввиду, что после практики практиканты идут в армию, а не предприятия. Это конечно достаточно системный вопрос как выстроенная система профобразования, у нас вообще в принципе очень много проблем в образовании, в системе среднего образования, в системе профессионального образования, на самом деле профессиональное образование могло бы быть одной из основ успешности и те, кто получает образование, и в целом экономические системы. Потому что можно было бы заточить систему профобразования таким образом, чтобы готовить непосредственно специалистов в необходимые сферы. У нас достаточно странная ситуация зачастую возникает, что есть сферы, где абсолютно не хватает специалистов, туда не могут найти людей, и в то же время есть большое количество людей, которые не могут найти на работу. То есть у нас система образования не заточена, в том числе система, кстати, высшего образования, таким образом, чтобы обеспечивать те сферы, которые нуждаются в специалистах. Это можно регулировать, этим надо заниматься, но у нас никто этим не занимается, в том числе этим необходимо заниматься и на уровне высшего образования путем заказов, путем того, чтобы обязать, например, молодых врачей, которые заканчивают и учатся бесплатно в определенное время обязательно проработать в Эстонии. Но это сложная система, которой, к сожалению, никто не хочет заниматься. Я согласен с тем, что проблемы есть, и их на данный момент не решают. Вопрос из ТикТока. Вопрос по поводу мусорных баков, что висели на столбах по всему Таллину. Будет ли их альтернатива? Ну вот это еще один пример полного бардака в управлении городом. Прозевали окончание договора с той фирмой, которая была партнером на протяжении многих лет. На самом деле у нас была договоренность, когда мы еще были у власти с этой фирмой, что они продолжат обслуживать мусорные баки, причем городу это бы ничего не стоило бы, просто они бы ввешали рекламу на эти мусорные баки. При этом сами бы эти баки обслуживали, и это большой расход для города. Сами бы обновляли эти баки. То есть у нас был вполне выгодный для города проект договор. Что сделало нынешнее правительство городское? Отказалось от этого договора, не придумало альтернативу, и сейчас пытаются быстро устроить конкурс госпоставки по разным районам для того, чтобы найти новых партнеров. Почему такое отношение? Зачем так сложно? Я, честно говоря, не понимаю. Этому есть только одно название – бардак. И еще под это подвели целую концепцию, что на эти баки не украшают город, что это не экологично, что там не сортируют мусор и так далее. Это все на самом деле просто желание оправдаться за неумение заниматься городскими делами. Следующий вопрос из Фейсбука. Разочарована Вьюченко. Она ведь еще в мае стояла с вами в палатке на улице. В честность выборов не верю, но голосовать все равно пойду. Детский спорт стал очень дорогим. Ежемесячная плата, годовые взносы и покупка формы выходит в копеечку даже на новичков. Всем районам мыслями грустим по нашему Олегу Сильянову. Такое сокровище район потерял. Я обязательно Олегу передам. Это очень мило. Олегу будет приятно. Я тоже считаю, что Олег был хорошим старейшиной. Я очень надеюсь, что если не раньше, то после выборов 2025 года Олег вернется на свое место. И это будет зависеть от вас. Про Леводи даже комментировать не буду. Я тоже не буду про Леводи комментировать. Да, действительно, все становится дороже, в том числе занятие спортом. Это действительно печальная тенденция. На всякий случай повторюсь, что когда мы, как-то, смотрите, управляли городом, что одним из условий финансирования спортивных клубов в стороны города было то, что клуб должен предоставлять в том числе и льготные места для тех, у кого есть финансовые сложности и бесплатные места. Поэтому, если у вас возникнут сложности, вы можете в свой клуб опроситься и спросить возможность получения такой льготы. Когда закончите издевательство над жителями Мехе, верните автобус номер 8 на Хубуяма. Ну вот, конкретно по этому вопросу я могу сказать, что да. Изменение направления маршрута автобуса номер 8 произошло еще в наше время. Тут мы, центристы, берем за себя ответственность за это решение. Но новый маршрут себя оправдал. И там действительно очень много людей, которые довольны новым маршрутом. А для тех, кому удобно было ехать на Хубуяма, мы собирались ввести новый маршрут 8. И у нас были уже просчитаны расходы, было принято решение. Но, опять же, нас осранили от власти. И новое правительство, насколько я знаю, не собирается этим проектом заниматься, этим маршрутом до Хубуяма. Хотя все подготовлено, он рассчитан на этот маршрут. Ему даже новое название было придумано, незамысловатое 8а. Мы, уже будучи в оппозиции, подали запросы, предложения к этим вопросам, вернуться к этому вопросу. Но я вот не уверен, что городское правительство, нынешнее городское правительство, готово этим вопросом заниматься. Вопрос на Фейсбуке. И, наверное, это последний вопрос. Посмотрим, если тут еще успеем какой-то вопрос посмотреть. Я тут пытаюсь одновременно получать вопросы и с Фейсбука, и Инстаграма, и ТикТока. Значит, вопрос, который я сейчас считаю, и с Фейсбука. Михаил, до 26% повышения налога с оборотом уже решенный вопрос. Можно вкратце о возможных датах. Ну, как вы понимаете, такие решения принимает нынешняя коалиция, анисцентрическая партия. Мы считаем, что повышение до 24% это тоже был удар по экономике. И в этом смысле, конечно, это парадоксально, что даже элементарных знаний в макроэкономике нет у нынешнего правительства. В период экономического спада налоги не поднимают. Ну, это азбучная истина. А мы мало того, что поднимаем эти налоги, мы делаем это еще таким образом, что не в состоянии даже рассчитать объем тех дырок, которые закрываем. То есть сначала было принято решение поднять до 22%, уже через год до 24%. И в этом отношении я понимаю суть этого вопроса. Естественно, и у меня возникает подозрение, а что, через год еще на 2% вы собираетесь поднимать. Пока такого решения не принято. Но, честно говоря, и я не удивлюсь, если мы до этого дойдем. Хочется верить, что мы до этого не дойдем. И до 26%, во всяком случае, налог не будет поднят. Уже сейчас эта нагрузка очень большая. И одно дело налог с оборота или, скажем, повышение налога на подоходного налога, который тоже 24% будет поднят в следующем году. но совершенно не думается о том и не анализируется, какое будет взаимное влияние различных налогов на экономику. Потому что влияние каждого налога отдельно и взаимное влияние этих налогов это совершенно разный анализ, который проводится по разным основаниям. И у нас этих анализов просто не проводится. Жаль, что мы жаль, что у нас сегодня такие в основном темы больше негативного содержания. Но вот, к сожалению, такова сегодня злоба дня, что называется. Ничего не поделаешь. Надеюсь, что в будущем у нас будет больше позитивных тем. Можно задавать вопросы по разным темам на самом деле. и не обязательно только на экономические и политические темы. Постараемся в следующий раз ответить на большее количество вопросов. Всем большое спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!